Шесть выводов из книги «Сила воли. Как развить и укрепить». Что мешает нам на пути к цели? Каждый из нас борется с вредными привычками, ненужными соблазнами и рассеянностью, но сразу удается далеко не всегда. А главная причина неудачных попыток – это отсутствие силы воли. Но теперь это не проблема, ведь ты уже слушаешь разбор книги «Сила воли. Как развить и укрепить» Келли Макганегал. Я вытащил из нее шесть полезных выводов без воды, из которых ты узнаешь, как начать делать то, что не хочется, получая от этого удовольствие. Ну что, ты готов бесплатно прослушать книгу за пять минут. Для чего нам сила воли? Когда очень хочешь съесть жирный бургер, но понимаешь, что этого делать не стоит, начинаешь колебаться. Твой внутренний голос, как бесенок на левом плече, шепчет на ухо что-то вроде «Всего один, ничего же не случится». И тут включается эпическая музыка, и на горизонте появляется сила воли. Этот биологический инстинкт создан, чтобы защищать нас от самих себя. Без него нам с тобой было бы гораздо труднее. А чтобы уже точно быть в безопасности, силу воли можно натренировать. Об этом следующий вывод. Самоконтроль как мышца. В книге «Силу воли» Келли Макганегал сравнивает с мышцей неспроста. Как бы это странно ни звучало, но ее можно прокачать. Как? Расширяй границы самоконтроля. Для этого у меня тут припасена целая программа для тренировок силы воли, которой позавидует сам Шварценеггер. Установи сроки тренировки. Сколько ты продержишься? Брось себе вызов. Начни с малого. Сократи употребление вредной пищи или начни следить за осанкой. Тренируй свое «я не буду». Откажись от мелких вредных привычек. Например, перестань грызть ногти или использовать слова «паразиты». Тренируй свое «я буду». Начинай день с чего-то полезного. Делай зарядку или начни медитировать. Укрепляй свой самоконтроль. Следи за тем, сколько времени тратишь на просмотр сериалов или сколько денег тратишь без пользы. Выполняй эти простые упражнения каждый день, и через пару месяцев не узнаешь свою силу воли. Придумай себе награду. Если что-то нужно сделать, но лень привязала тебя к кровати, поможет хорошая порция дофамина. Этот гормон счастья сделает привлекательными даже самое нелюбимое дело. Например, если не хочется прибираться дома, попроси друзей или членов семьи спрятать в разных местах небольшие купюры. Или другие сюрпризы, которые бы тебя порадовали. Получив неожиданную награду, ты станешь немного счастливее, а бросать начатое дело уже не захочется. Можно придумать что-то свое, но этот способ и правда работает. Правило 10 минут. Если во время отказа от вредной привычки ты чувствуешь, что готов сорваться, остановись и подумай. Стоит ли сиюминутная слабость потерянного прогресса? После этого поставь таймер на 10 минут и убери объект соблазна подальше от глаз. По истечении этого времени, твое желание переступить внутренний запрет станет гораздо меньше. Кстати, я поделился хорошими способами отказа от сигарет и алкоголя, которые помогли мне на личном опыте. Почитай. Логика безобидных поблажек. Совершая хорошие поступки, мы на время разрешаем себе побыть плохими и отказываться от добрых дел. В качестве примера держи результат эксперимента из книги «Сила воли». Люди, которым напоминали об их положительных делах, жертвовали на благотворительность на 60% меньше тех, кто об этом забыл. Многие считают, что уже и так недавно совершали хорошие поступки, можно немного и расслабиться. Но такие поблажки самому себе – это ловушка. Мы награждаем себя после добрых дел выкуренной сигареткой или новым кредитом. Но ты ведь знаешь, к чему это приводит, верно? Когда поощряешь себя за правильный поступок, не забывай о своей настоящей цели. Не откладывай на потом. Когда хочется отложить важное дело в долгий ящик, помни, что завтра будет такой же день, как и сегодня. Не подбрасывай себе дел на будущее. Лучше включи таймер. Зачем? Попробуй позаниматься нелюбимым делом хотя бы 15 минут. По истечении этого срока ты уже не захочешь бросать его, а доделаешь до конца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...